всем здарова с вами макс пауэр и сегодня у нас что ремонт дэнди целых две штуки это от нашего подписчика артема из города набережные челны сами модели интересное это у нас видеогейм-систем лико као-235 и хатекс или хитекс ht8000 каких только не было посмотрите эти кстати очень похожи на те самые приставки famicom оригинальный восьмидесятых годов именно у них были встроенные джойстики вот такие вот они 2 черные джойстик лико зато кнопка есть можно хотя бы прыгать марио будет так а тут две целые это у нас как скорее всего второй контроллер да не смотри к это первый ну возможно просто из первого и со второго первых перекинули потому что первому досталось ты второму тоже хорошо не играли ну что ж с виду она такая же как и все остальные дэнди по разъемам по бокам питания только единственно джойстики встроенная сзади надпись система пол никаких помп нету собственно неудивительно дисплома должна быть столько приставки лет может быть уже еще нибудь доделали разъемчик ну да поюзаны вот здесь даже контакт загнутая вижу если сильно присмотреться правый контакт он скрученный видите самый крайний контакт это по моему одно из питаний на картридж так что картридж может просто не включаться на ней ясненько так это по этой по второй те же самые разъемы аудио-видео рф свитч джой вот такие вот на них и написано что это джоу стик не геймпад это джоустики блин опять нету серик старту ну ну как всегда кстати здесь тоже чуть необычно провод сбоку вот у второго джоя вообще сбоку справа в боку причем честно вот прям сразу чувствуется что он здесь не очень удобно поставьте его сюда спереди да и все да и с первым тоже не самое удобно вот этот врезается в руку чуть-чуть ну раньше и этого было прекрасно и достаточно для счастья так что че придираюсь на играю современных ps3 потом чуть-чуть говорю про джойстики ванника давайте начнем с разбора вот с этой черненькой дэнди посмотрим что внутри у нее 6 болтов откручиваем и вперед ремонтировать некоторые саморезы уже конкретно поюзаны здесь шляпки не первый раз ее открывают поэтому возьму по такую вот эту тверку потолще ну кстати пластмасс неплохой как всегда чувствуется тот самый стародельный пластмасс он большой такой твердый и крепкий такой прям чувствуется это прикольно но традиционно да тот самый запах блин вот это ни с чем не с ней писать знаете такой-то какой-то сладко канифольный припойный запах или транзисторный вот что-то раньше использовали китайцы для того чтобы может они какие-то елки особые сдирались до канифоль и она прямо чувствуется вот пахнет этим пахнет 90 это не писать кто разбирает приставки тот поймет меня и так сразу я вижу что вот здесь вот у нас проблемки это у нас разъем а аудио и в 2 стерлась но это видео в общем видео аудио разъем просто болтается вот так вот когда втыкаешь когда-то есть звук когда-то нету звука пусть отходит распаялась раскрошилась ничего страшного от это пропаять видео пропаять массу видео тоже пропаять все ясно так контакт из процессора шлейф шлейф вроде на месте джойс от неплох припаяны все четко так возможно из первых партий когда еще китайцы не ленились и паяли как надо не хотелось бы разъем перепаялась здесь конечно это пипец столько контактов так вот надо картишь короче у вон какой-нибудь возьмем из мохнатых двухтысячных а у него заклеил скотчем все по старинке блин штучка а 98 ну вот как раз ее времени хороший картиш не нравится топган но блин плата как всегда микрокопическая да нет хорошо входит туго разъемчик ничего еще и даже контакта вроде есть много сейчас но контакт контакт там потому что сами контакт на картриджи они широкие и он достает куда нужно все пошевелить вроде тоже держит пока ладно еще поживет ну сейчас ковырять начну и вообще сломаю его надо будет полностью вы менять тогда это уже мой как туго-то фигасе чувство бы хорош пластику тогда крепкий это еще кстати не самая маленькая платка я видел еще меньше разъем не знаю чего сделали наверное не такая знаете термосток пластик был он вообще не гнется не как такой твердый он сильно как камень потому что закаменел от времени ну давай еще бегом взглядом посмотрим обязательно на платки когда рынок был наводнен просто этими клонами на каждом углу продавали тогда не задумали что они довольно будут ценными потому что тогда когда вы играли в них качество оказывается было неплохим так вот здесь маленький шубчик поставили это не хорошо надо широкий стоять он может просто так отвалится кстати да смотрите есть выход на пистолет отдельный и вообще это даже не только пистолет еще и второй джой можно подрубать туда а еще говорят можно переходник на четыре игрока даже сделать но правда не во всех версиях но вроде как в оригинальном стиплере это можно было делать то есть в оригинальном коне стиплере вот я сюда рекомендую брать самые первые партии когда выходит приставка вот сейчас конечно с этим проблемам например ps3 или ps4 первых партий они грелись там у них много проблем своеобразных который техпроцесс еще доведен до ума когда а вот раньше когда первой партии были это близи так как рекламные партии то есть они их экспортировали неизвестную страну например в нашу холодную россию где водка и медведи и не знали как наш российский потребитель воспримет эти консоли какой-нибудь тайванец он говорил почему мы должны плохие приставки подавайте первую партию хороших приставок им кинем и все и вот так вот получалось что самые первые партии были неплохими потом да уже шли такие на так себе и так сойдет и много чего не упрощали в схемах прошу что я посмотрел на эту часть платы ну во первых вот эти джои такие тут стоят смотрите это оранжевый синий красный черный белый и опять оранжевый синий красчур на белый можно даже вот так взять и поменять им будь тогда первым вторым а второй первым или просто плату вытащите запаять другой джои в на самом процессоре все вроде цело тут кроме почистки разъема да ничего особо не нужно конденсатор взорван вот это вот я думаю что за радиодеталь такая так это же конденсатор эти пластина вот такая у него вот она была по кругу закручена и она бабахнула ну а чего она может бабахнуть в принципе либо китайцы с ним сэкономили поставили какой-нибудь притык например на 16 вольт а сюда врубили трансформаторный блок питания который в холостом ходу вообще 17 дают вот и не выдержал или было еще какая-то проблема с перенапряжением и блока питания и в общем это как раз да это как раз вот видите на вход конденсатор идет вот его дорожка вот это плюс вот это минус вот она везде минус идет это основной сглаживающий кондер можно поменять на любой любой от 470 микрофарад и выше тут еще второй кондер тоже важный это как раз питание 5 вольт вот он стоит здесь мы его тоже на всякий сочи поменяем да тут всего 100 микров 100 микрофарад поставили это вообще мало надо как минимум 407 и ставить на выход и на вход тоже не меньше 470 плюс еще кстати они поставили здесь глушилку смотри к стоит ведь я говорю про маленькие керамические конденсаторы которые ставят параллель большим электролитическим и вот как раз вот этот маленький конденсатор он параллелит вот этот электролитический тут на 203 это это 20 нанофарад всего лишь это высокую частоту он срезает на что не увидите мне уже бы качество соображения могу быть лучше просто потому что все помехи от процессора который проходит по этим линиям питания они вот этим маленьким конденсатором бац и глушились и на экране не было никакой ряпи никаких полосок плюс они еще заглушили таким же конденсатором на входящим ведь входящая линия причем он он тоже болтается вот там видите какие-то уже микротрещины вокруг него пошли всю штреплату пропаять а что ж запускаем паяльник меняем конденсатор пропаиваем все разъемы вот эти вот все даже если вы которые целы все равно пропаять надо ведь там уже трещина появляется в рф и пропаиваем что и что меняем конденсатор тут обязательно обязательно и все и все готово и принципе можно играть в нее кстати я забыл сказать от чего еще может зарваться конденсатор конденсатор может зарваться если поставили не родной блок питания с другой полярностью плюс и минус по перепутали вот он бабахнул надеюсь 70805 при этом жива осталось обычно она выживает но конденсатору не повезло и вообще для таких случаев чтобы сделать не более универсальное питание чтобы разгрузить вот эту 7805 чтобы она меньше грелась чтобы такой маленькой почте радиатора хватило и я могу посоветовать самый простой факт помните это самое видео когда я делал про тока питатель все устройства от блока питания не используя батарейки суть из база в том что диоды диоды они уменьшают на 0607 вольт на них падает напряжение то есть общее напряжение уменьшается это раз а два то что если диод правильно подключить то наоборот когда к нему поставишь питание он все равно не пропустит того и дэнзи вообще не почувствует ничего когда неправильного питания засунешь она просто не включится а если правильно то все пойдет нормально то есть свойства диодов это то что они пропускают ток только в одном направлении поэтому нам нужно просто забабахать любой диод кремниевый какой нашел смотрите какой жирненький вот сюда куда-нибудь в плюс а вторую вот сюда на выход то есть будет сначала ходить в него а потом уже будет на наш блок питания и на дэнзи на все остальное контакта больше нету то что нам нужно так конденсатор конденсаторы стать современной от материнских плат отлично подходят например на что-нибудь 470 или около того о 680 микрофарад 16 вольт очень даже подойдется от какой-нибудь а это потом не сгорело то просто от блок питания был залит смолой сверху но это оптимально там идет 100 микрофарад 16 вольт но там 5 вольт поэтому достаточно будет 6 3 вольтовых и они не прыгают эти 5 вот вот маленький смотрите 330 микрофарад 6 и 3 вольта от санью кстати неплохая фирма до этого от хорошего кота блок питания по-моему вытащил то что доктор прописал два конденсатора идиот вот и вся модификация блин еще светодиода ни одного нет оказывается в то время не было ладно не буду ставить не буду корпус раритетный портить можно конечно дырочку здесь просверлить и просто туда накинуть светодиод будет он светиться нормально но это уже по желанию владельца ты еще раз показывал своих видео как это сделать поэтому можете любое другое видео про дэнди посмотреть один резистор и светодиод и дело шляпе так сейчас начнем пропайку сначала давай осел так разъем питания конденсаторы мелкие обязательно что-то вывалился что ли нет ере или контакте там на пол шишки обязательно 7805 пропаиваем даже сканифорию хорошо сел припой ну все ради остальные контакты целая если что когда ставите конденсаторы ориентируйтесь по массе массы это самый 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 большой контакт вот все что зеленая большое это масса и куда подходят контакты дорожки пипки вот эти вот вот видите на конденсаторе масса вот такая вот полоской обозначена нормальный конденсатор астат обычно остатки старого он чувствует произошло и гляри внутренности кондера зато посмотрим стан теперь большой там кстати конденсатор интересно устроен он это просто такая лента закручены по кругу и припад крикона патчина к одному из электродов и второй там рядом тоже идет также по кругу закручен между ней электролит поэтому называется электролит и чески чем-то на похож на устройство аккумулятора что ли так совы вот этот и так если у вас какой-то неизвестный диод ну большой бить вот самый большой потому что мы от мелкий может не выдержать а вот эти толстенькие они реально хорошо выдерживают то такие современности взять вам некоторые на действия первые живут нам столько не нужно дайте потребляют всего при 9 вольтах что-то около 1 ампера может даже меньше быть это еще на стародельного картриджа если смотреть если на новодельных платках или вот на таких вот звездюлина кто там вообще даже меньше 500 миллиампер потребляет короче для наглядности возьмем какой-нибудь индикатор потом потреблять немножко энергии будет видно на нем лучше чем на мультиметре мультиметром просто даже самые микротоки показывает вот 9 ровно до получается и смотрим что будет если мы включим диод ничего потому что он подключен неправильно видите он подключен катодом сюда а он должен катодом от плюсы подключен о матер пропускает напряжение как надо пропускают наш ток но уже всего 8 и 4 вольта по вольта на нем убавилась и это хорошо и значит микросхема будет меньше греться и значит мы теперь защиту имеем от переплюсовки не жалеем ставим самые большие детали зато кто разберет каждого сразу видно хорошая модификация владелец берегет свою деньги не дает ей сломаться неправильных блоков питания хотя сейчас наше время то какие хочешь есть раньше мы помню экспериментировали то от сеги запустишь то дэнди запустишь сеговские по питанию хорошо себя и проявляли только могли дэнди спалить если особенно какие-нибудь очень дешевые поддельные ну что они трассарматорные были а я уж говорю что трассарматорные жахует под 17 18 вольт на холостом ходу это их свойство такое только под нагрузка у них нормальное напряжение появляется так они устроены вот так сейчас запаяем шуфика ты ровешь есть и спады только если толстые ножки так тяжело паять это кошмар все никуда не денется немножко палец пропаял ну ничего страшного такое бывает радиотехники теперь он похож на яблоко наверно разъемы джойстика тоже пропаиваете даже пусть если вы мало юзали тем более здесь они встроены всегда пропайка не помешает просто разоклить и остудить его ничего сложного и конечно картриджей владелец скажет спасибо потому что от плохих картриджей которые такой тяжко вытаскивать иногда здесь тоже не видно практически но микро трещины могут появиться все оловянные суперки обязательно убираем они нам не нужны вот здесь вот я даже не заметил она есть после пропайки замыкать команды не было артем теперь можешь пихать сюда любого питания до 15 вольт как минимум даже не той полярности ничего страшного не будет то сейчас вам покажу как это работает собственно возьмем два мультиметра мне как раз есть ровно 5 вольт видите как в аптеке она очень классная микросхема везде используется потому что дает на ровное напряжение 5 вольт а сейчас покручу барашек вот этот этот барашек отвечает за выходящее напряжение но это же у нас лабораторный блок питания сами таких случаев так и вот минимум пошел видите смотрите 6,3 вольта и микросхема начинает выдавать 5 то есть дензи может при запитываться в блока питания минимум 6 вольтового а если учитывать то что мы поставили еще диод который скидывает пол вольта там достаточно 5,8 будет десятых то есть примерно 6 вольт это минимум для запуска дензи нужно чтобы все работало то есть вы поняли не обязательно покупать 12 вольтовые 15 вольтовые блоки питания 9 вольтовые даже не нужны просто хорошие 6 вольтовые достаточно чтобы заветные 5 вольт наша микроха выдала но теперь поехали дальше сейчас хардкор будет 7 входящих 8 9 10 и все равно микроха даже не думает она дает тоже самый 5 вольт но чуть-чуть там одну сотую увеличивает но это так даже не почувствует 11 12 13 вот сеговские пошли блоки питания 14 15 вольт тихо 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 наследие температуры нет вам пока еще не греется на то что нагрузки нету дензи же не в рабочем сейчас кучу не выключить подъявши включил нет и она выключена ну касти включу чуть-чуть просела на 2 вольта причем входящие напряжение видите просаживается не выходящие вообще 7805 по дата шиту самая качественная может даже до 35 вольт держать он будет ставить огромный огромный радиатор в час она греется чуть-чуть но греется немного даже очень даже немного это еле чувствуется но когда будет 35 вольт она будет азки греться ведь все тепло лишнее буду вся нагрузка выходить в тепло особенно если какую-нибудь игру зарубите такую знаете какой-нибудь графонистую для дензи мощную она будет ее неплохо подсаживать ну надеюсь вы поняли вот такой эксперимент видите без проблем 5 вольт как в аптеке держит четко все собираем ну ё-моё диод теперь не дает закрыться крышки ничего страшного просто немножко согнем его вот так вот у меня кстати одна из первых тоже такая же была только по-моему она была дэнди джуниором один-один корпус тоже крепкий тоже такой же приятный на ощупь это кстати один из видов фами кома в японии как я понял выпускалась в этом корпусе и итератом он очень понравился ну действительно он довольно крепкий и выглядит так интересно то есть обычные вот какие они вот такие были делали подделывали это такой ну прикольно но не так сильно это прям такое смотрите футуристично какие-то кнопочки тут все такое черное глянцевое крышечка есть мне кажется с точки зрения маркетинга если две так стояли я бы взял вот эту она больше красиво мне кажется ну ладно не будем обижать это хай-текса она может быть даже лучше воспроизводить чем вот эту лику но мне что-то подсказывает что лико будет хорошо работать я это чувствую еще смотри-ка даже болтик есть вот это качественно слушайте здесь я не могу гнать на лику скажите в чем же качество бутики не все ставили на плату и по из этого платы потом как как карандаш банки болтался трехлитровый но под классическая классическая можете протереть контакты ходить здесь тоже вроде ничего такие не ну-ка а это духами пахнет это духами уже пахнет да я думал тот замы запах там еще бывает джойски джойски когда покупаешь наш киосках мы брали там они ужасные были по качеству не могли прямо разогвалиться чуть ли не рука но они вот когда открываешь чтобы только ярый запах как этого силикона китайского речи из чего они там делали кнопки а тут приятно бахнет видно что владелец ухаживает ухаживает за приставкой может даже это не на заводе может это он сделал и партём сделал ты сделал правильно привить он когда вот так гнешь провода они чуть-чуть только гнутся но совсем немного там микро микро метр и соответственно пайка не отваливается это намного дольше продлевает нашу дендерскую жизнь все собираем сейчас говорим 2 2 здесь сюда мы больше досталось гораздо обычно первых в таком состоянии интересно что же произошло наверное второй игрок не очень любил проигрывать мы здесь ты как смотрели кто как играет и пахим или немножко сбал с бабушным людям не давали джойстики тоже крем да проклеена нет это сами делали и правильно делали тут не училили и что-то жестко ему не повезло контакт оторван прямо прямо из-под чипа даже не так конечно это страшно если там еще кусочек хотя бы виднеется вот этот можно восстановить можно восстановить попробовать прямо сюда честно появимся то и остальные как-то смотрите не внушают доверия короче все еще сочи крыжевым ставим на места заново где тот по этому уровню отрежем а можно так сделать тут сразу наглядно было где-то здесь вот так point какой ужас блин не сильно я отрезал так еще все провода буду отпаивать лучше записать раз два три 4 5 штук потом идет синий потом черный все теперь можно смело их вытаскивать а то внизу попадался на такое выпаяла потом такой ой а как они были сделаны ну как некоторые уже догадались наверно всегда подсказка есть где вот здесь в первом в первом там точно также припаяна возьму-ка я какой-нибудь мягкий мягкий шлейф сюда от фопе дисковода точно отверстие можно раскрыть в кавычках канифолью просто и вот так вот бац видите дрыдочка появилась смотри-ка действительно качественные провода были они еще с ниткой эти провод сплетенный с ниткой это означает что он выдерживает большую нагрузку продаваять их тяжело такие провода еле-еле почти не за чего но все-таки можно попытаться схватиться о чуть-чуть но как раз нормально вот такой контакт получился мелкий но пойдет все четко но теперь то самое усиление клеем как я говорю берем и вот так вот хоп 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 проводим особенно тот который у нас держится на честном слове к сожалению у меня нету таких же кнопок но есть серый джой вот такой он полуживой уже тоже там плата конечно рабочая но сам корпус развалился практически зато есть кнопочки мы отсюда и возьмем их благо обычно таких джойстиках все совместимо очень просто и легко так готова ну все столько с корнем вырывать тогда сломается тут он сколько запаса по прочности есть видите да немножко будет серыми а тут черными но заодно будет видно какой первый какой второй это тестировать дальше полюбившуюся мою процедуру можно сделать как всегда так берем любую тряпочку например вот эту замухрыженную мою специально для чистки картриджей оборачиваем вокруг ненужной кредитной карты пластиковой и вперед побольше спирта побольше бензина растворителя и прямо так продавливаем с 2 все пойдем играть принципе не так уж много грязи вот чуть-чуть только с этой стороны было видавший виды блок питания и нам поможет как раз отсеки кстати написано 10 всего лишь очень странное поведение я уже перепробовал кучу картриджей я только вот этот или как запустился то через раз она сильно будет и при этом даже когда она запускает его она его постоянно переключает как будто один из геймпадов полностью замкнутый или что-то замкнуло в нем блин неужели мы неправильно поставили сам разъем джоя там же еще по цифрам делал походу неправильно разбираем на живую как себя перевернул фишки в изображение сразу горе суперская а вот джой не работает как только и подключая в первый джой коннектор от первого или второго вот такая фигня происходит он постоянно переключают еще что-то замыкает замыкает скорее всего питание то что он гудить начинает не хватает питания и греется 7805 по ходу джой неисправны полностью но почему второй тогда не работает странно жили две платы сразу сгорели ну что я думаю возможно проблема не такая уж и серьезная какой-то отвал контакта отвал дорожки где-нибудь не видно где или что-то с типом основным что будет конечно печально для начала возьмем мультиметр и будем прозванивать 2 3 плюс есть масса одессит на не хватает а вот этот разъем пропал этот ничего не накосячил нет замыкает у с виду все в порядке то что же не так а что если вот это дэнди нам поможет хай текс мне же тоже встроенная ща отсюда и вытащим гляньте это же старо стародел очень старая приставка это из эпохи стиплера как раз все на больших микросхемах никаких тебе бескорпусных чипов плюшек шикарно блин обязательно посмотрим во второй части а пока дай-ка мне пожалуйста опа ну тут тоже оранжевый здесь правда синим кончается и серый другие цвета но может быть распиновка должна совпадать я просто помню что у нас продавались таких вот именно такие вот джои парках продавались даже с таким разъемом и серьезно говоря можно было менять потому что наверно не только у нас проблем была такая а у всего мира все отлично работает в ней просто нужно поменять платы джоев обои и все будет прекрасно изображение очень классно на ней звук как у всех старых делов довольно мягкий и приятный ну честно скажу от лифы отличается она вот так вот современным детям и покажешь они скажешь но разница никакой но вот я чувствую что лифа по-другому работает лифа как-то на и как объяснить басы у нее получше наверно по звуку по-другому еще они нет полос здесь есть полоски небольшие но они присутствуют но кстати насчет полосок мы сейчас сделаем по-другому мы сейчас поменяем вот эти конденсаторы оставшиеся которые в ней две штуки там еще были и надо еще немножко картиш почистить потому что разъем видите сыпется сыпется если немножко тронуть его 10 с этой стороны где-то контакт отходит на до конца почистить но самое главное что чай работ почему 1 2 работает я уже потестировал на танчиком 2 также запускается просто перетыкаешь во вторую прикольно вот такие дела так что не спешите выбрасывать денди в ней может быть просто реально все джои полетели сразу а сама она в очень даже еще годная ладно давайте перепаивать поехали где мне достать две платы на два джоя вообще-то у есть одна мысль вот они это платы от другой денди целых три штуки спасибо тебе джулиан вообще твои запчасти сегодня самые-самые востребованные с помощью них восстановить очень многое и надеюсь эти платки рабочие ну как по крайней мере хотя бы 1 джои установить я вот тут химичу химичу а шарлода то я не проверял на тетя а если провод сломан где же ты какие контакты наш слабенький вот он оранжевый все пашет не в проводе дело как я и думал чит коды оранжевый белый красный синий черный прям как мантру надо заговаривать кстати детстве я и помню наизусть честно скажу столько мы перепаряли даже не даже не весь между двор таскал ну я конечно же как честный человек деньги не брал я брал картриджами другими дыдями у меня их кучу было кстати а потом я подумал немножко поумнел и стал брать деньги эх если бы тогда брал меня бы точно были и все наклейки терминатора может быть и там еще чего-нибудь того что коллекционировали в то время но у меня были самые лучшие не поверить что в то время мы играли в так называемые чики чика у нас называлась это просто такая красивая пробка бутылки скажем так ну то есть от водки дорогой от дорогого шампанского коньяка и прочего очень редкие пробки довольно ценились них можно было много чего менять вплоть до картриджа за очень редкую пробку ты можешь туда наподобие вот это вот так вот кидали и если попадешь в лунку к в гольфе то ты всех накроешь которые туда попали в эту лунку последними или первыми я уже не помню это правило игры но было весело и обидно когда я проигрывал хорошие очень дорогие пробки у меня не были самые лучшие но как всегда я был немножко тогда азартным человеком я все проиграл не больше я зарекся никогда не играть в азартные игры на деньги на ценности на чего угодно и это правило мне помогает по сей день в жизни и вам не советую азартные игры плохо энди хорошо как говорил на шараку 90 сделаем по старенький дырочки какой у вас ос какие современные флюз и вы что тогда самое лучшее было это газовая плита и этот пресловутый гвоздь реально мне даже паяльника не было вначале иногда у контроля с эти не было корпуса вот этих пластиковых и мы прям кнопочками жаре причем у кого-то получалось удивительно даже быстрее работать ими резинками чем кнопками поверьте мне вот такое возможно то есть видите здесь маленький ход кнопочек надо быстро 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 можно нажимать про м2 вспомнил про м2 вот где мы использовали вот этот этот метод вот именно в этой игре надо было перетягивать канат и быстро нажимать а б вот вам лайфхак от макс пауэра можете вытаскивать смело джой плату и фигачить прям кнопочками по ней но ты шучу конечно она просто безысходности так получалось но другой стороны мы же такой народ 90 мы всегда найдем выход даже с плохих ситуаций у нас будет какой-то дополнительный от этого плюс то что ситуация плоха нету джоя поиграем на платье нету корпуса у дэнди ты собачим на деревяшку и нету проводов или мамка спрятала видео к аудио видеокабель не проблема подключаем по антенне или проволочкой тянем все это то время было возможно и сейчас а сейчас все уже есть что угодно можно купить какой алиэкспресс а я алиэкспресс узнал только 2000-х годах самое алиэкспресс лучше был это варек местный мы покупали mortal kombat когда-то я помню не я сам а целым классом ходили туда и в общем наши нашей бандой и скидывались на один картридж который весь все потом по кругу гоняли то очень по мне было рейтингов системы но в любом случае прикиньте сейчас наше время девяти восьмилетним чувачкам продать такую кровавую игру где бошку отрывают и кости летают по всему экрану а тогда это возможно еще были карты веселые еще были специальные тоже как они капс и капс и назывались вроде лук с которые можно было тереть и ну сами знаете там много чего интересного появлялась ладно будем сейчас ностальгировать забрыжем все здесь ностальгии напаять а не ностальгировать играть успеем вот вот мамка придет надо успеть успеть чтобы телевизор остыл да ух я помню тоже напад на это конечно я чек вообще зависим от таких вещей мне когда компьютер первый появился спрятали клавиатуру от меня реально клавиатуру прятали потом мышкой сидел потом мышку прятали вот очень много ссор было я уж подростком был так что это не сильно важно но в детстве я играл до таких красных шаров под глазами у меня были мешки уже какая школа какие садики нет ложку ходил я все прогуливал на свете уроки не делал ничего не делал но и потом то понял как таскать выкручиваются ситуации сначала быстренько дела переделал дома убрался там все почистил помыл и там чтоб все идеально было и потом целый день все уточни целый вечер рубишь до посидения на старом телевизоре березка вот деньги это было их как для меня это любой час ничего не нужно даже гулять во дворе уже не гулял почти так ходил по приколу мы все сидели по дамам и играли в дэнди мы только днем гуляли или утром или выходные когда потому что родители дома все смотрят телек а так а так было весело где канифоль в двух словах лучше не занимайтесь таким анонизмом мы больше что никак не назвать в общем у некоторых плат такая распиновка у некоторых вот такая распиновка короче дело было к ночи отобрал 3 платы вот эти вот рабочие причем то которым мы появились от этой дэнди это другой мне попалась короче они не работают здесь только бы работает кнопка а вот эти мы поставим вполне себе нормальная если с этим не можете обратиться где куда какие контакты в конце появятся там их три всего желтый коричнево-белый например и вот вы их меняете между собой того 6 комбинаций получается сначала ставите одну сюда отменяйте эту потом другу сюда меняйте эту и так далее пока не найдете из кома если уж совсем не известные джойстики ну как всегда опять 25 кнопочки еле как нажимаются на нашу восстановленном джои я исправим насколько черноты первозданный вид можно сказать даже специальный картиш нашел стародельность чипа модела с того времени есть у нас были в то время даже 90-х люди которые говорили что они прошли вести к делу на двоих в одного то есть вот так вот по всей стадии кидали чипа и дошли до конца как это сделать можно я еще не представляю но в принципе я знаю что можно использовать чипа как снаряд вот он моргать должен до работает а вот первый контроллер даже слишком мягкий в общем там еще проблем было оказывается чуть не выкинул один рабочий контроллер второй вот это которого есть был уже с платой помните я отрезал а потому что вот эти резинки оказывается несмотря на то что они мягкие и нифига не контачат нужно нажимать вообще было силой чтобы он почувствовал я вот некоторые резинки вообще которые из других контроллеров взял от помада из джуниора как раз у него вообще мягкие вот прям мизинцы можно нажимать на них и с этими резинками играть гораздо прикольнее да супер современной многоигровки она запускает причем очень четко но как-то так можно делать с другой стороны удобно знаете что джой никогда не потеряешь они просто не съемные они тут прям шиты сразу столько подключить телек и был питания а так все пашет блин я даже не знаю чем придраться картинка суперская звук как надо стародельник м машина времени дэнди это машина времени которая нас переносит те 90 как она была даже немножко с шумом таким а я 50 герцов потому что бедра сама там любого питания что же чините свои консоли в этом нет ничего сложного но как и в любом деле с дэнди запаситесь терпением как и игры здесь испытывают вас на прочность так и ремонт тоже будет возможно очень долгим из-за каких-то непонятных мелких причин то где-то резинки меня подвели то распиновка не табло у другого я пытался подключить ну и банально просто сгорел чип от переплюсовки у первого джо так что поломки разнообразные но чиниться легко главное не перепутайте плюс и минус первый это плюс второй это минус а три остальных это к так и дата который передает сигнал дэнди какие вы кнопки нажимаете но в целом шуму сказать сама консоль очень прикольная очень классная super мне понравился ну это лико и суба родное тоже говорят да вот эта игра одна из самых сложных по качеству графики и соответственно показывает все на что способна дэнди и здесь можно найти все косяки и видите есть полоски и темное изображение то есть это есть еще на коте феликсы и на других некоторых играх очень по самых последних которые выходили на дэнди вот такая вот косяк есть и вот можно было по этой игре определить насколько она скажем так все ядная наша приставка в целом играть можно конечно другие три игры отлично здесь идут род файтер еще у меня был тогда черно-белый телек не такой цветной тут аж прям глаза она лоп лизает от красок тогда такого не было а вот красные самые противные я про машину для починки дайте нужно много терпения прям как в этой игре чтобы победить но есть всегда самое лучшее после этого после всех ваших мучений в дэнди есть один самый большой плюс по другу стране с другой техникой она дает вам поиграть нее потом и вы наслаждаетесь тем что сделали сами буквально ладно с вами был макс пауэр всем пока играйте в дэнди а я тут порублюсь чуть я вспоминаю как это было прекрасно и ужасно одновременно ночью гонять как сейчас прям три часа ночи когда мне было девять лет ну давайте посмотрим что будет если мы сделаем переплюсовку блока питания и так само правильно включаем вот плюс и дэнди включается а если мы делаем неправильно вот плюс тут и минус тут раз два три да а да я да Продолжение следует...